Это сейчас 10-летняя Закария колет дрова с первого удара. И не скажешь, что топор он впервые взял в руки лишь прошлым летом. Именно тогда семья Салямовых, мать, отец и трое мальчишек переехали в Берлик, небольшое село в Пензенской области. Здесь мои предки похоронены, мой прадедушка. Он был пасечником и очень уважаемым человеком был. И когда я приехал сюда, я это почувствовал, потому что, ну, а кто, кто ты, что ты приехал, кто? Я говорю, ну, вот мой дедушка Салах Бабай был. А, Салах Бабай. И сразу же другое отношение к тебе. То есть я почувствовал, как тебе сказать, вот эту связь и родственную, и душевную связь. Потому что сколько, ну, два поколения прошло, а его помнят, понимаешь? Не буду же помнить о плохом человеке. Раньше они жили в Саратове. Город относительно небольшой, всего 850 тысяч жителей. Рашид писал картины и участвовал в выставках. Супруга занималась детьми. Но в какой-то момент оба поняли, что буквально задыхаются в тесноте города. И узкие улочки больше не вдохновляют на творчество. И тогда они рванули сюда, променя в благоустроенную квартиру на деревянный дом. Во всем мире это называется модным словом дауншифтинг. Салямова же считает это дорогой на свободу. Смеются, первую зиму было сложно, но быстро привыкли. Вот утром просыпаешься, да, и вот открываешь дверь, а тебя занесло, как было снегом. И ты понимаешь, что нет никакого трактора, который приедет, поможет тебе. То есть нужно будет самому брать лопату, очищать, отгребаться. И дети, они как бы органично впитывают эту среду, органично вписываются в эту среду. И они берут лопату и с удовольствием этот снег отгребают. 20 километров до райцентра и почти сотня до Пензы. Раньше братья учились в национальной татарской гимназии. Теперь в обычной сельской школе. Но мальчишки уверяют, спрашивают тут ничуть не меньше. А учителя не нарадуются на новых учеников. Дети у нас проучились один год. Себя они показали только с лучшей стороны. Очень порядочные и с хорошей семьей. Родители дают им правильное воспитание и со стороны религии, и со стороны получения знаний. И вообще разносторонне их развивают. Сельская жизнь для подростков – вещь особая. Правил меньше, зато обязанностей больше. Все трое помогали отцу строить дом. Да и по хозяйству у каждого своя зона ответственности. Средний халид оборудовал небольшую пасеку. Всего идёт три качки. В первую качку собирается цветочный мёд. Во вторую уже цветёт липа. Идёт липовый мёд, гречишный, ну и цветочный. Уже в августе, когда идёт третья качка, уже цветёт подсолнух. И идёт подсолнухный мёд. Но цветы уже отцветают, и поэтому нет цветочного. Старший Имран занимается разведением кроликов. От одной пары удалось получить десятерых. Правда, их быстро съели, ведь семья Салямовых полностью на самообеспечении. В магазине покупают лишь стиральный порошок и крупы. А младший, Закария, отвечает за птицу. В день так бывает где-то яиц 15-16. Им, на 100% городским жителям, первое время приходилось нелегко. Всему нужно было учиться с нуля. Но глава семьи уверяет, это того стоило. Ритм другой. Жизненный ритм другой. Здесь же более спокойный и осознанный ритм. И ты видишь плоды своего труда. То есть одно дело, когда ты ешь покупной мёд в магазине. То есть, учитывая то, что сейчас идёт эпоха потребления. И другое дело, когда ты ешь мёд, сделанный руками твоих детей. То есть посредством пчёл, но руками твоих детей. То есть это уже другие ощущения, понимаешь. Вместо заборов здесь живые деревья. За ними огромный огород. Картошку уже выкопали. Получилось аж 20 мешков. Скоро поспеют тыквы. Но одно после переезда из города осталось неизменным. В веренице ежедневных забот Салямовы всегда находят время для намаза. Да и небольшая сельская мечеть с их переездом буквально ожила. Отец вызвался быть ответственным за азан. И местные жители, глядя на семью приезжего художника, тоже потянулись на молитву. Из детства учит. И на работу из детства учит. И на ислам учит. Всё из этого всё учит. Правильно делает. Я примерно говорю, правильно делает. А потом не надо, не будет плакать. Зато дети трудяги будут. И ислама знать будут. И работу будут знать. Это уже, это действительно, да. Насчёт этого я говорю, молодец. Вместо чипсов на их столе домашний хлеб и мёд. А газировку мальчишкам заменил чай из трав, которые они собирали летом. Благодаря натуральной пище и свежему воздуху семья стала меньше болеть. Салямова не исключает, что когда-нибудь они могут захотеть обратно в город. Но не сейчас. Сейчас они и так абсолютно счастливы. Дорогие братья и сёстры, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok